всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня мы с вами будем кушать вкуснейший тортик который мне подарила нурай честно я никогда не видела настолько красивый тортик и еще вот она сама приготовила такие вот кексики или как правильно они называются в общем это просто шедевр здесь такая клубничка такой маленький лимончик ой давайте приступим не будем терять время я в инстаграме как только она мне все подарила она еще твиксу ошейник подарила подарила мне букет из конфет нечто я в общем в инстаграме как всегда это все показала и вы знаете я столкнулась с хейтом можно так сказать некоторые начали писать вот ты специально выбрала подписчицу необычную а богатую я в шутке от вас ребят как я могла догадаться что она придет с тортом или вы думаете что я написала ей что ты придешь с тортом если с тортом то приходи если нет то нет иногда люди пишут такую ерунду человек просто решил меня порадовать чему я безумно благодарна мне было очень приятно даже в какой-то степени неудобно вот но когда я выбирала подписчицу я в конце концов не знала что ты придешь с тортом или нет да и торт на мой взгляд это просто признак внимания поэтому не пишите пожалуйста ерунду в основном это пишут те люди которые тоже хотели участвовать мог банки с подписчицы зачем этот вот негатив здесь в общем все истории я сохранила в актуальном инстаграме поэтому вы можете перейти посмотреть переходите в инстаграм вот эту частенько у меня бывает такое я выставляю в историю потом вы поздно видите то что я вам сказала видео вы видите после монтажа и всех делов а уже в инстаграме то этой истории нету поэтому я решила все это дело сохранять в актуальном о чем мы сегодня с вами будем говорить решила выбрать тему деньги как копить деньги как я это делаю что для этого стоит делать когда я в инстаграме показываю например что я купила там косметоз какой-то или хочу купить все мне пишут айка так ты же хотела копить у тебя есть цель и все дела да у меня есть цель я коплю но это не значит что я во всем себе должна отказывать я считаю что 60 процентов 65 процентов моей зарплаты уходит на откладывание оставшиеся 35 процентов я трачу на себя на семью все коммунальные услуги там свет газ интернет у нас интернет высокоскоростной он стоит очень дорого конечно я платила в три раза меньше у меня был ужасный интернет просто ужас если для обычного человека это не настолько важно для меня это очень важно если у вас что-то там глючит я не могу себе это позволить потому что я выкладываю каждый день много материала желательно чтобы это все быстренько загружалась вот то есть если это будет долго загружаться просто дела не пойдут также деньги уходят нам свет газ продуктам эти 35 процентов и входит там не знаю косметику я хотела себе купить бижутерию какую-то если у меня какие-то крупные покупки то в тот месяц я уже откладываю не 65 процентов а например 60 я решила к примеру купить себе телефон или например купила камеру в общем в этот месяц я стараюсь отложить чуть поменьше непредвиденные расходы или например в этом месяце мы платим налоги я честно очень боюсь всегда что у меня будут проблемы с налоговой поэтому я даже иногда плачу больше налогов чем меньше лишь бы у меня не было проблем с налоговой неохота заморачиваться потом там какие-то штрафы например из-за коронавируса вроде как многим там уменьшили что-то налоги а мне не уменьшили то есть мне не пришел этот мейл и там чтобы выяснять что-то узнавать мне неохота было я думаю ладно заплачу чуток побольше ничего страшного ведь когда вы отдаете с чистой душой столько вам и приходит даже больше приходит вот у меня есть цель я коплю на что-то у меня деньги лежат на счету мне так очень удобно я считаю что в нынешнее время неправильно держать деньги дома и расходы тоже нужно распределять то есть некоторые пишут ой айка ты слишком много тратишь на одежду ты слишком много тратишь на косметику я не могу без покупок вот это вот мой косяк я люблю тратить деньги я не могу например где-то полгода быть абсолютно без покупок покупать только то что мне нужно в таком случае я просто буду чувствовать себя несчастной вот ну зато я не покупаю супер дорогие вещи я могу себе позволить в месяц один раз купить себе какую-то брендовую вещь например гуччи не знаю прада все что угодно я не говорю что прям весь гардероб могу себе позволить но я могу в месяц одну себе такую вещь купить я могу спокойно но когда я покупаю вещи особенно когда на скидках и особенно когда много я получаю особый кайф и когда я это не делаю например купила в месяц одну какую-то брендовую вещь и все я больше себе ничего не покупаю мне становится грустно купила себе что-то все у меня поднялось настроение я обожаю ходить по магазинам когда я хожу по магазинам я обязательно себе что-то покупаю ну обязательно хоть там не пишут не знаю у тебя нету вкуса это не сочетается самое главное чтобы для меня это сочеталось мне очень нравится стиль одежды например от тиктокеров мне нравится этот оверсайз я это все обожаю дело и многие кто при меня смотрит например пишут ой это не сочетается и все дела ну знаете не со злом пишут люди просто как бы свое мнение я вас понимаю прекрасно вот мне нравится шикарный тортик просто ну рай спасибо тебе огромное очень воспитанная очень такая знаете сдержанная видно что девочка из хорошей семьи такая мама замечательная ой в общем я увидев их подумала господи какие же у меня все таки крутые подписчики что касается бюджета изначально как вы знаете я хотела купить себе машину когда я уже накопила на машину которую я хочу я поняла что машину я уже не хочу я подумала что жильем это намного важнее я вот сейчас постоянно сижу дома вот постоянно все закрыто везде вот зачем мне сейчас машина просто раскинула мозгами и поняла что она мне совершенно не нужна посоветовала с папой машину какую как вы думаете я хотела я хотела chevrolet cruz недорогая машина одно время я прям мечтала о ней но потом я поняла что намного важнее иметь свое жилье которое ты можешь сдать и в дальнейшем от этого тоже зарабатывать деньги вот эти понты они ни к чему что у меня есть тачка тем более chevrolet cruz такая обычная машина я вот искренне могу сказать что я не понимаю людей которые живут от зарплаты до зарплаты были времена когда я зарабатывала 450 монат из этих 450 монат я 300 давала домой то есть на расходы домашние мне оставалось 150 монат давайте я вам в рублях скажу я зарабатывала 20 тысяч рублей на первой моей работе 20 прикиньте из этих 27 я 1012 отдавала домой на расходы домашние у меня осталось 8 тысяч из этих 8 тысяч я где-то тысячи 4 тратила на свои какие-то расходы и где-то 4 тысячи 4 тысячи откладывала в те времена даже я откладывала то есть когда по идее отложить было невозможно потому что зарплата была мизерная 20 тысяч это никуда просто поэтому я считаю все-таки что нужно думать о своем будущем у нас был коллега на работе вот как он получил зарплату все он раздает всем свои долги и по сути у него ничего не осталось и каждый раз вот в конце уже месяца он идет и берет в долгу того и этого как получил зарплату все это раздал и вечно он по уши в долгах я это лично не понимаю такую позицию я не разделяю я считаю что у человека обязательно всегда должны быть деньги на черный день вот по-другому просто не как у меня тортик был очень вкусный спасибо что посмотрели это видео и поели вместе со мной он очень калорийный но в то же время очень вкусный обязательно подписывайтесь на мой инстаграм потому что все свежие новости все подарочки рассуждения все именно там старые все истории в актуальном поэтому обязательно заглядывайте всех люблю целую пока